В первом видео вы обещали снять обзор на игру, в третьем на сериалы, а некоторым людям вы вообще обещали снять обзор на Stardew Valley и Mortal Kombat. Вы вообще что собираетесь делать? Фильм начинается с обсуждения плана на игру. Вы выходите под мэр, ставите бомбу, ясно? Ясно, ясно. Димон, может я покоординировал? Док, не надо, вампир лучше в тактике. И сегодня мы с вами поговорим об эмоциях. Ну ладно, фильму 13 лет, сейчас у Прилучного нормальная актёрка. Я актёр! Но это всё ерунда, посмотрим финальную игру. Герои побеждают и получают диски, но зачем нам сюжет, важен монтаж. Офигеть. Ладно. После турнира Макс возвращается домой и запускает игру. У меня комп на гарантии, нельзя это заменить? Я тебя сердце и мозги вышибу. Сможешь заменить? Слышь, ты гуманоид яйцеголовый. Я тебе сейчас... А в Нижнем Новгороде все магазины такие? Дяденька, можно кабачок? Нет, нельзя. Ну и далее нас переносят в лабораторию. Основной элемент. Ну, это пока макет. Технология изготовления балладиевых стержней нами почти разработана. И сколько потребуется для создания опытного образца? Около полумиллиарда. Такой элемент сможет впитывать около 600 объемов водорода. Можно предметнее? Автомобиль сколько сможет проехать? Малолитражка тысячу километров. Расстояние тысячи километров это примерно от Иркутска до Красноярска. Ехать туда сутки. Полностью заправиться надо будет раза два по 20 рублей за литр. То есть потратить придется где-то 2000 рублей. И сценаристы нам хотят сказать, что балладиевый стержень за полмиллиарда стоит того... Рита и вампир отправляются в тир, где он обнаруживает что-то странное. Надо тренироваться, братан, иди, иди тренируйся. Ну и если вы не поняли, что произошло... Дима, что сейчас глазами? А у тебя? Создатели очень тонко все объясняют. Существует несколько способов воздействия на мозг, повышающих его активность. Психотропная, гипнотическая, ультразвуковая и электромагнитная. О! Цитата сценариста. Люди обнаруживали способности, которые... Девушка, простите, у вас есть домкрат или гаечный ключ? Нет. Отлично. Значит, за приставание по голове не ударишь. Это шутка. Я только перевелась. Мы с мамой просто два месяца назад сюда приехали. Откуда? Из Вильнюса. Маме работы здесь предложили. Наверное, вы подумали, что актриса очень плохо сыграла, а потом ее плохо озвучили. Но на самом деле она импровизировала на съемках, но в итоговый монтаж это не попало. Благо у меня есть запись со съемок. Идем рядом, и как тебя зовут, до сих пор не знаю. От any rate, that is what we are going to try to do. Макс отправляется в ресторан, где в ходе конфликта он обнаруживает способности. Вечный хамер. Вечный хамер. Ну и после этого нас возвращает к вампиру с Ритой. И есть один вопрос. Вы только что узнали о своих способностях. Что вы будете делать дальше? А что бы герои делали, если бы они в стратегии играли? Максим связывается с вампиром, чтобы обсудить свои способности. Но получается немного по-другому. Пока Макса привозят на завод, на котором бандит принимает наемников. Герои готовятся вызволять друга пейнтбольными маркерами. Понаберут, блять, по объявлению долбоёбов нахуй. Ну зато у бандитов обстановка хорошая. Герои вламываются на завод, где их ждёт неприятный сюрприз. Сколько людей цеховар? Хэзэль! Больше никого? Максимум двое. Точно. Мамой клянусь. У меня мамы нет. Док-баллон. Разбег-атака. Герои, спася Макса, зачем-то забирают оружие боевиков. Чё? И затем успокаивают Макса. Макс Хоренеть, ты такой же, как мы. Из-за тебя мы влипли в историю, непонятно, как она повернётся. Бригада. Вот она настоящая дружба. Вампир, говоря, что никого не будет убивать, убил кучу народу, а теперь ставит это в вину Максиму. Жу-па-фи-ни-шер! Ду-би-ду-би-ду. Далее журналист, который всё время следил за героями, пытается продать информацию, но тут приезжает Лебедев. Приехали. Пошёл, вперёд! Пошёл! Тем временем Док предлагает вампиру идею. Стволов у нас дофига. Авторитеты эти сраные со всей охраной. Для нас боты. Выставим их штук на 50 в месяц, по десятке каждому. Сладко. То есть ты предлагаешь самим бодосами становиться? Мы уроды. Да, блядь, это ты урод, а я красавец. А пока вампир успокаивает Риту. И потом мы не собираемся никого убивать. Мы просто покажем силу и возьмём своё. Всё. Нас переносят на допрос. Во время записи тиража произошёл системный сбой. Покровский подарил один дитсу своему сыну. Ошибка подтвердилась и начал ладить как компроц. Покровский дал все диски победителям турнира и нанял Сколского следить. Из-за системного сбоя появляются суперспособности. Это моя проблема. Мы обречены. Судя по всему, диски вывезли на продажу. Наших туристов положили эти ребята. Приведи этих ребят ко мне. Хочу узнать о них побольше. Вдумайтесь в уровень высасывания сюжета из пальца. Герои получают способности, из-за чего сталкиваются с бандитами. Чей главарь должен был принять наёмников главного злодея. И как удачно, что герои решили поиграться с пейнтбольными маркерами. Ведь именно ими они пошли спасать Макса. Оставили зачем-то маркеры на заводе, благодаря чему на них вышел Лебедев. Я не понимаю! И запомните этот момент. Не наглубят? У нас что, мало способов пресекать глупости? Но он не знает ничего. Ну а пока герои идут крышевать бандитов. Понимаешь ли ты, что все вы уже не живые? Выставим их штук на 50 месяц, по десятке каждому. И потом мы не собираемся никого убивать. Не наглубят? После провала Лебедев ворует Риту и предлагает встретиться вампиру. Я хочу предложить вам проводить время с большей пользой, чем сейчас. Вы будете делать то, что у вас хорошо получается. У вас будет всё. Деньги, тёлки, тачки. Тостами пошёл. Злодей выдаёт аванс и даёт вечер на отдых. И нужны следующие 15 минут фильма настолько же, насколько вампир обещал никого не убивать. Ну а также нам показывают то, насколько Рита не противоречит сама себе. Ты как представляешь себе дальнейшую жизнь? Милый, ты пришёл? Да. Отличный был день. Троих минусанули. Дим, я с ума не сойду. Лучше в клоповник вернуться, да? Да, Дим, лучше в клоповник. Представляешь, так будет не один день. На утрах злодеи приезжают в Вильермо для обсуждения захвата Боливии. Перевоста полутора тысяч бойцов займёт много времени. Может быть, переброска не понадобится вовсе. Да, а у нас, наверное, кажется. А вот такая посмотреть на 15 лучших бойцов скажется с нашей специальной группой. Может, операторы перестрелку снимать будут? Не, они вон чем заняты. Пока Вильермо восхищается героями... Это просто невероятно. Как они двигаются, какая слаженность. Каждый из этих парней стоит 10 бойцов. Злодеи приносят новости о том, что конкурент заключает сделку с правительством Боливии. После чего Лебедев организует операцию. Журналисты, сейчас выйдет. Давай. Я, конечно, понимаю, что герои у нас супер бойцы. И что... Головной джип оснащен оптическим сканером. Любую оптику засекут в радиусе километра. Ну, может, вы хотя бы мушку поставите на винтовку? Инвестиции направятся только когда Вильермо и ему подобные будут уничтожены. Докнесс разводят. Долбанулся, что ли? Латина, запомнишь, для которого цирку устраивали? Его звали Вильермо. Контора не спецслужба, Зарицын просто забирает их по ладей. Братан, это наша работа, и нам за неё платят. Понимаешь? За убийство конкурента. Ладно то, что гарнитура длинного улавливает звук за километр. Ладно то, что при брифинге не наврали героям, что, мол, Вильермо на самом деле хороший. Но почему ещё одну гарнитуру не отдали Лебедеву, чтобы тот сразу начал угрожать вампиру? Не наглубят. Ты прав. Убирай винтарь. Ебать, я тупой! Да и вообще Лебедев имеет корочку ФСБ. Почему на конкурента просто не завели левое дело? Ах, да. А по-другому прижать его нельзя? Было бы можно, не полагались бы на вас. Эй, соблюдай социальную дистанцию. Твой сценарий упирается мне в зал. Мне что, отойти? Док убивает конкурента, после чего герои пытаются убежать. Но тут начинается куча сюжетных поворотов. Такие как ранение длинного. Поддержка от вампира. Дебила. Ну и ранение Риты при попытке побега. Не наглубят. В итоге герои скрываются от преследования, но длинного спасти не получается. Быстро в мини-вэн. Оставь его. Как это так? Быстро, я сказал! И на такой оборванной концовке заканчивается первая часть. Ну ладно. Вот такой он фильм на игре. И он норм... Субтитры сделал DimaTorzok